Невменяемый водитель ударил машину на улице Тополёвой, после чего разбил сразу четыре автомобиля на Александра Невского и перевернулся. Мужчина на Лексусе выехал на встречную и зацепил автомобиль на улице Тополёвой, после чего на огромной скорости скрылся во дворах. Выезжал я, получается, с ребёнком по Тополёвой в сторону города, на свой зелёный светофор. И в этот момент произошёл удар мне в правое переднее колесо. Я только успел заметить, что тёмный Лексус проскочил мимо, не останавливаясь. Он ехал по встречной полосе. Как оказалось, это было только начало. Пытаясь скрыться, Лексус влетел на улицу Александра Невского и на полном ходу врезался в припаркованные машины. Лексус перевернулся, ещё четыре машины повреждены. Убегая оттуда, чтобы от ответственности, он свернул на Невского, на огромной скорости мчался, ударился об нашу машину, его перевернуло на бок. Мы услышали это из окон нашей квартиры. Он пьяный, по-моему, он анаркотическое пьянение. Она ехала с той стороны, вот я как раз возле магазина стояла, метров двух от меня проехала, врезалась в машину, перевернулась на бок. Потом её люди, конечно, перевернули, перевернулась на бок, но вроде бы никто не пострадал. Потом начали из багажника какие-то вещи переносить в другой багажник. Мужчину увезли на экспертизу в наркодиспансер. От медицинского свидетельствования он отказался. Следовательно, по статье 130, виновник ДТП уже попадает под вождение в нетрезвом виде. Представлять интересы виновника аварии прибыл непредставившийся мужчина. Он попытался забрать с места происшествия его личные вещи и увезти жену. Дело едва не закончилось самосудом. Ну они же уходят на улице, что же вы делаете? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Чего ты трогаешь? Вы тебя трогаешь? Вы сейчас нарешаете камеру дорожного движения. Как оказалось позже, у беременной женщины в сумке была крупная сумма денег. На просьбу показать, что еще она хочет забрать, женщина вновь закрылась в машине. Когда женщина захотела выйти из машины, значит, единственная вещь, которую она с собой взяла, это мобильный телефон. Вот такую вот пачку долларов по сотке, каждая купюра номиналов и какой-то розовый кошелек с предположением, который очевидцев являются наркотиками. Мы продолжим следить за развитием событий. Дмитрий Богомолов, Сергей Чумаков, телекомпания АТВ. Подойди, там ребенок. Это не минимум. Продолжение следует...